Единение, единство, братство, союз. У этого слова множество синонимов, но один глубинный смысл, в котором код русского народа. Здесь, под стенами Троицы Сергиева монастыря, 412 лет назад, крестьяне Шилов и Слота совершили героический поступок. Взорвали подкоп, который поляки делали под Пятницкую башню монастыря. Осада монастыря, длившаяся 15 месяцев и 9 дней, была снята. Единением и любовью, как завещал преподобный Сергий Радонежский, выстоял монастырь, как выстояла Россия. Мы знаем, что любой живой организм привез в движение духом. История Троицы Сергиевой Лавры испокон веков была связана с остановлением Посада. Духовная и светская жизнь здесь развивались на одном дыхании, дополняя друг друга. Неразрывность духовенства служивых и крестьян складывалась в прочные традиции. Рождалась уникальность и самобытность города. Города, которому суждено быть центром единения. Наш сад Троицкий Сергий Лавра и город Сергий Посад имеют теснейшую и прямую связь между собой. И надо сказать, что непосредственно сам город возникает вокруг монастыря. Около 1337 года преподобный Сергий Радонежский с помощью брата Стефана основывает монастырь. Вот видите, где сейчас Троицкий собор, примерно вот на этом месте. В 20 веке связь между Лаврой и городом была отрезана. Не только духовно. Город стал разделен на рабочие микрорайоны, которые рассекали вновь проложенные улицы. И вот этот переломный момент, когда страна начинает менять функции городов, в том числе и нашего города, появляется это в основном на том наследии, которое уже было. Перестраиваются храмы, перестраиваются дома презрения и доходные дома. Весь 20 век наш город растет. Растет как индустриальный город. Появляются новые заводы и фабрики, растет его население и советские кварталы. Так или иначе, естественно, это переломный момент в истории города, потому что на сегодняшний день мы находимся на периферийном состоянии. Когда-то являлись таким большим центром православия, потом какое-то долгое время советского периода были гордым заводом. И сейчас мы начинаем опять становиться городом центра паломничества, но при этом используя уже то наследие архитектурное, соответственно, и ментальное, то наследие города-завода, которое было. Пришло время городу возвращаться к истокам, принимать свой исторический и единственный верный вектор развития. Возвращаться на тот путь, который был сложен веками. Мы потихонечку эту работу делаем, и она как раз ложится в ту логику «Медленного города», как вы ее называете, о которой я начал говорить еще работая главой, и которой мы сегодня на самом деле следуем очень четко. Но именно этой концепции «Медленного города», потихоньку ее создавая, но концепция в данном случае не с большой буквы, как документа, который тоже есть, это отдельный разговор, а концепция как общей идеи нашей о том, что в исторической части города нам необходимо чуть замедлить жизнь, и дать возможность всем жителям района, в первую очередь, здесь комфортно отдыхать. Ну и, естественно, комфортно жить. Об этом и, конечно, наш западный объезд, вынос из исторической части города роддома, перенос сейчас аварийного жилья, физмат-лицея и так далее, вот эта наша работа, она ложится в эту общую логику, о том, что в исторической части города надо отдыхать. Знаете ли вы этот город? Нет. Это всякий фасад. А какая часть? А вот какая, как вы думаете, какая это улица? Насходя из того, что вот здесь Лавра, да? Да. Или это не Лавра? Лавра. Ну какая-то центральная улица. Наш. Наш? А вы узнаете это место? Нет. Вот так, показываем дальше. А это? Это, видимо, где-то где Келарка. Нравится вам такое предполагаемое устройство? Да, достаточно очень красиво. Новая плитка на тротуаре. Качели, набережные, зоны отдыха. Это лишь инструмент. Это фрагменты одного большого плана. Но смысл концепции не в перекладывании проспекта или установке лавочек. Смысл вдохнуть жизнь в город, сделать его интересным, удобным. Смысл возвращения к истокам в том, чтобы из города не хотелось уезжать, чтобы отдохнуть. Не хотелось уезжать, чтобы заработать. Не хотелось уезжать, чтобы себя реализовать. В идеологии новой концепции каждый уголок города наполнен жизнью, движением, улыбками. В этом большую роль играют сами жители. Нам необходим дублер проспекта Красной Армии вне исторической части города, который пройдет. Я несколько раз об этом говорил, мы над ним работаем. Это тоже очень непросто и это тоже очень недешево. Но мы все равно это сделаем. По сути, это дублер проспекта Красной Армии, который пройдет с внешней стороны железной дороги и соединится с внутренней частью города, относительно железной дороги, несколькими тоннелями. Поэтому, если мы будем ограничивать, внимание, не перекрывать, конечно, в идеале бы перекрыть центр, весь кусок проспекта Красной Армии. Но для того, чтобы забегу вперед, его перекрыть, нам необходимо сделать так, чтобы на нем круглосуточно была жизнь. А сегодня мы перекроем, а что там делать? Конечно, если мы настроим музеев, конечно, если мы сделаем из исторической части города, из этих 120 гектар, а взять шире 435 гектар, там до Черниговского скита, от центральной части города и так далее. Если мы сделаем зону для отдыха идеальную, логично будет тогда, что здесь будет много людей, гостиниц, ресторанов, и центральная часть города будет постоянно людьми заполнена. А зачем мы сейчас перекрываем? Конечно, нет. В смысле нет, пока что. Но для того, чтобы тем, кто сегодня живет между проспектом Красной Армии и железной дорогой, была комфортная возможность попасть домой без проспекта Красной Армии, конечно, нам нужен будет восточный объезд с соответствующими тоннелями, в котором можно будет заехать гораздо быстрее и удобнее, чем сегодня. Эта работа ведется, в голове это у нас есть. Никто не верил, ну почти никто не верил в западный объезд. Но он работает. Не верили даже бывшие руководители города и района, да и вообще почти никто не верил. А кто-то до сих пор говорит, что он был не нужен, но в основном это те люди, у которых нет машин. Но они очень громко кричат. Это к вопросу, насколько мы должны принимать во внимание, сейчас пытаюсь корректные слова набрать, подобрать, вот чтобы никого не обидеть, да, принимать во внимание точку зрения всех. Мы должны всех слышать, но решение все равно нам приходится принимать. Это самое тяжелое в нашей работе. Поэтому когда люди, которые кричат громче всех, что западный объезд не нужен, у них нет транспорта, они не водят машину, ну в общем-то я считаю себя вправе, лично себя, взять на себя ответственность за иное решение. Так вот, вернусь к делу. Западный объезд, в него никто не верил, он стоит во много, кто ничего не верил, у нас много чего уже есть. И мы будем дальше в этом направлении двигаться. Поэтому над восточным объездом мы работаем. Мы работаем, это не просто, но идеологию я общую сказал. И даже если мы построим восточный объезд, это не факт, что центральная часть города будет перекрыта. Она превратится в полностью пешеходную, и то, кстати, не в полностью, а все общественный транспорт по ней будет ходить. Она превратится в полностью пешеходную, может превратиться только в том случае, если ее будет чем заполнить с точки зрения отдыха, гостей, туризма, ну и так далее, и так далее. Следственный изолятор – одна из уникальных городских каменных построек. В этом году ему исполняется 150 лет. Историческое здание требует особенного отношения и особенного развития. Здание следственного изолятора привлекло внимание искусствоведа и музейного эксперта Алины Сопрыкиной еще до того, как она была назначена исполнительным директором Сергеева Посадского историко-художественного музея-заповедника. В 2020 году Алина Сопрыкина готовила выставочный проект «Небесная мастерская» в Новом Иерусалиме. Тогда выставка собрала представителей фабрика ремесел, сохраняющих традиционные промыслы. И мне, конечно, показалось тогда очень странным, что в центре города, по дороге в Лавру, стоит именно вот такой объект. И тогда мы просто смоделировали создание вот того идеального такого арт-центра ремесленного на примере этого комплекса. То есть просто взяв его архитектуру и предложив, как можно его превратить именно в такой центр искусства, ремесел, сделать там магазины, мастерские, галереи. Все это вычистить внутри от лишней архитектуры, сохранив при этом удивительную исторически красивую архитектуру, подлинную историю, сохранив храм. И все это накрыть куполом, возможно, как гостиный двор в Москве, чтобы получить просто пространство довольно большое для внутренних вот таких выставок, ярмарок, разных событий. В этом году судьба свела Алину Сопрыкину с Сергиевым посадом уже серьезно. Она говорит, что о создании таких центров, где бы сочетались художники, промыслы, ремесла, современные решения мечтают многие города России. А у нашего города есть такая возможность. Мне кажется, что это вопрос серьезного музейного проектирования. Если это все случится, если будет такая возможность, если к этому все придет, что на территории там будет разрабатываться идея некого музейного или арт-пространства, выставочного. Мне кажется, что это вопрос к рабочей группе, которая должна быть создана с включением самых разных специалистов и урбанистов, и музейщиков. Любовь к родине рождается от согласия в семье, от прогулки по городу, когда уехав, хочется вернуться. Каким видят в будущем Сергиев посад его жители? Первый город золотого конца России. Я думаю, что он может быть отремонтированным. И с такими проектами было бы вообще очень круто. Но это самобытный очень город. Красивый, чистый, ухоженный, удобный, современный. Все внутрь. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok